Итак, с 1 января для полисов ОСАГО наступила новая эра. Да, все страховщики обязаны заключать договоры в электронном виде. До этого в тестовом режиме добровольные электронные продажи осуществлялись в течение двух лет. И более того, за это время было продано несколько сотен тысяч экземпляров. Конечно, не обошлось и без ошибок. Но с этого года все огрехи должны были исправить и довести систему до идеала. Удалось ли, узнал Николай Смирнов. Открыть сайт компании, внести необходимые данные и расплатиться пластиковой картой. Процесс оформления полиса занимает считанные минуты. После заполнения необходимых данных на сайте и оплаты требуемой суммы, к вам на почту придет вот такой бланк в формате PDF. Именно его необходимо распечатать, положить в бардачок и предъявлять по первому требованию сотрудника полиции. Нововведение сразу вызвало массу вопросов у автомобилистов. И основной из них – как инспектор на дороге отреагирует на такую бумажку. Ведь в правилах написано «предъявить полис», а не распечатанную копию. Если в глазах инспектора появляется противоречие между пунктом 2.1 правил дорожного движения и правилами страхования, которые закреплены в федеральном законе Амбасага, то руководство необходимо в федеральном законе Амбасага, где написано, что полис цифровой, он подписан электронной подписью, и он имеет точно такой же вес, как и полис, который выдавался ранее. Самые хитрые экономные тут же предложили свой вариант – напечатать поддельный полис. Чтобы показать инспектору на дороге, этого должно хватить. Но в ГИБДД предусмотрели и такое развитие ситуации. Обмануть стражей порядка не удастся. Инспекторы ДПС на линии проверяют наличие этих документов. У нас есть соответствующее программное обеспечение, которое позволяет проверить подлинность этих страховых полисов. Поэтому с этим никаких проблем нет. А вот добросовестных страхователей ждет сюрприз. Заполняя бланк на сайте крупной компании, совершенно не обязательно, что договор будет заключен именно с этим страховщиком. Страховая компания смотрит, хочет она видеть данные транспортные средства у себя в компании или нет. Если нет, она скидывает в общую корзину. А где уже из общей корзины будет выбираться одна страховая компания, у которой наименьшее число процентов заполнения электронного ОСАГО. И туда уже уйдет страховой полис. Специалисты уже сошлись во мнении, что новшество играет на руку только страховым компаниям, которые изначально не хотят связываться с клиентами высокой группы риска. А общий объем электронных полисов вряд ли превысит 10% от всего числа. Николай Смирнов, Евгений Доценко, Тюменское время.